Он у вас должен присутствовать, если вы смотрите вебинар с компьютера. Походу я какие-то ссылки буду в чат добавлять, чтобы вы могли их открывать, просматривать содержимое. Это ссылки на самые разные презентации в самых разных жанрах. Я подобрала и для педагогов, и для библиотекарей, и виртуальные выставки, и обычные презентации, тематические, какие-то игровые вещи. В общем, все эти ссылки есть в самой презентации, которую вы скачаете. Поэтому, если вы что-то потеряете, какую-то ссылку посмотреть не сможете, то потом, конечно, к этому ко всему можете потом вернуться после вебинара. Ну вот, пожалуй, такая краткая вступительная часть. Ну и теперь давайте ближе к делу. Чаще всего, когда мы говорим о презентациях, то, конечно, имеем в виду PowerPoint. На сегодняшний день, безусловно, это самый известный конструктор из офисного пакета Microsoft, который позволяет создавать презентации. Из каждой версии они становятся все круче и круче. Здесь уже не только можно звук монтировать, и видеоэффекты добавлять, и разные анимации. Ну и практически скоро можно будет художественные фильмы монтировать с помощью этой программы. В общем-то, если она умеет практически все, то какой смысл тогда в онлайн-сервисах, которые тоже помогают создавать презентации, и их тоже достаточно много. Многие из них бесплатные или условно бесплатные, то есть предлагают свои услуги довольно широко. Для чего же нужны эти онлайн-сервисы, и какие у них преимущества по сравнению с той же самой PowerPoint? Вот об этом хотелось бы для начала поговорить. Самое главное преимущество, на мой взгляд, это то, что онлайн-презентации дают возможности для коллективной работы. Хотя поговаривают, что такая возможность у PowerPoint уже появилась в последних версиях 2013 и 2016 годов, но тем не менее, чаще всего, наверное, мы все-таки имеем дело с PowerPoint-десяткой, чаще всего. На компьютерах, в офисах чаще всего именно она установлена. Поэтому коллективная работа – это актуально. Особенно, если мы вместе создаем какие-то проекты на несколько человек, неважно, в школе либо в библиотеке, когда есть возможность работать дома удаленно со своего компьютера, редактируя одну общую презентацию. Это, во-первых, удобно, во-вторых, ну и во-вторых, тоже удобно, потому что вам нет необходимости искать компьютерный класс, рассаживать детей, организационно всех собирать в одном месте, много-много всего такого. А вот удаленная работа с помощью одной презентации, с помощью онлайн-сервисов – это очень хорошая вещь. Вот я сейчас презентацию, ссылку на презентацию отправлю в чат. Это ссылка с портала Вики Сибириада «Коллективная презентация», которая вот как раз создавалась коллективно, удаленно, педагогами и библиотекарями из разных городов и населенных пунктов России. Они собирали коллекцию различных игр и оформили ее в виде презентации. Назвали ее «Шире круг». И там, если полистать, можно посмотреть, что там слайды подписаны, каждый из участников внес свою лепту. Вот пример такой вот коллективной работы с помощью презентации, организованной. Далее второй плюс – то, что онлайн-сервисы дают возможность хорошего доступа в режиме «здесь и сейчас». То есть вы можете редактировать презентацию на любом компьютере, в том числе и на мобильных устройствах. Сейчас это можно делать и на планшетах, и на ноутбуках. И для создания презентации уже не нужно, чтобы обязательно стоял PowerPoint. Достаточно подключения к сети интернет. Это тоже хороший плюс. Далее. Ну, вот о мобильности я уже начала немножко говорить. С мобильных устройствах тоже можно уже теперь создавать. Многие сервисы идут по пути того, чтобы предлагать мобильные версии презентации для создания презентации. Кроме того, мобильность связана еще и с тем, что вам нет необходимости презентации переносить на флешках, пересылать их по почте, а потом беспокоиться, правильно ли они дошли, открылись ли они, многое-многое другое. Вы один раз создав презентацию, сохранив ее где-то в облаке на сервисе, потом в любой момент можете с любого компьютера ее открыть. Единственное, что опять-таки это все нужен интернет для этого, но тем не менее. Это здорово, мы не ограничены уже никаким образом практически. Следующее преимущество, быстрота публикации, я так назвала, это для тех, кто создает презентации с прицелом того, что их где-то будет размещать в сети интернет. Для того, чтобы разместить, нам нужно искать хостинг, какой-то сайт, где мы его будем публиковать. Если вы в онлайн-сервисе работаете, то у вас автоматически презентация уже опубликована. Большинство сервисов дают ссылки, да не большинство, а все сервисы дают ссылки на эти презентации, которыми вы можете делиться, и коды для того, чтобы встроить ее на сайт и в блог. Это хорошая вещь для тех, кто часто и много публикуется. Вы можете эту презентацию бесконечно редактировать и не переопубликовывать много раз. Один раз создав, опубликовав, вы вносите изменения по ходу, и все эти изменения тут же отображаются, где бы вы ее не встроили. На всех сайтах, во всех блогах, везде, везде, везде. Ну и, наконец, необычно то, что онлайн-сервисы сейчас предоставляют большие возможности. Идут по пути необычного. Различные анимационные эффекты, 3D-эффекты, элементы мультипликации, разные оформительские фишечки. Всего того, чего в PowerPoint либо нет, либо пока нет. Либо, может быть, какие-то новшества, необычности. Каждый из создателей сервисов выбирает что-то свое. И вот сегодня попробуем поискать эти фишечки, необычности в каждом из сервисов. И, может быть, что-то будем использовать в своей работе. Начать, конечно, нельзя без Google-презентации, потому что это наше все. Самый простой сервис, который у всех под рукой, наверняка вы о нем знаете, в нем работаете. Пару ссылок отправлю на обычную презентацию и на выставку для педагогов и для библиотекарей, которые работают в этом сервисе. Просто рядовые совершенно презентации, но создаются они очень быстро. За счет чего? Во-первых, здесь не нужно регистрироваться, если у вас есть Google-аккаунт. Единственное требование – он должен быть. А далее вы можете создавать презентацию с нуля, можете загружать из PowerPoint любую свою презентацию. Есть шаблоны для оформления, немного, но они есть. Вы можете добавить изображение видео, плюс сейчас появились анимационные эффекты здесь дополнительно. Можно озвучивать теперь слайды. То есть сервис идет по пути развития. Здесь много чего интересного появилось. Может быть, и не часто используется, но приятно, что это все есть. Готовую презентацию можно скачать в разных форматах, в обычной презентации, как текст, как картинки. Ну и самое главное, то, что у меня стоит первым пунктом – это коллективная работа, конечно же. Чаще всего мы все Google-аккаунтом пользуемся, и очень у многих он есть, поэтому работать очень удобно совместно. Ну, в общем, как выглядит это все изнутри. Вот рабочее поле. Я просто одну свою презентацию открыла и заскриншотила таким образом. Сервис на русском языке, поэтому здесь все очень несложно. С PowerPoint, если не один в один совпадение, то очень близкое. Вверху панель для редактирования, а слева список слайдов, которые используются. Если по кнопочкам пробежаться, то на PowerPoint тоже немножко похоже. Здесь есть файл, который позволяет действовать с презентацией, удалять, копировать, опубликовывать и скачивать. И дальше по вкладкам. Вкладка «Правка» сейчас она поменяла название, называется «Изменить». Она там копирует, добавляет, вырезает, отменяет действия. Вкладка «Вид» – это предварительный просмотр вашей презентации, масштабирование. Вкладка «Вставка» позволяет добавлять разные объекты. Она, пожалуй, здесь самое главное. Через нее и картинки можно добавить, и видеоролики по ссылке из YouTube, и аудио, и анимация здесь же, тексты, само собой, и изображение. Далее вкладка «Слайды» меняет оформление слайдов. Выбираете шаблоны, либо самостоятельно как-то оформляете. Дальше вкладка, которая у меня «Инструменты», сейчас она называется, раньше называлась «Настройки», сейчас называется «Инструменты», позволяет разные дополнительные возможности подключать, например, проверку и сделать правописание. Еще вкладка «Упорядочить» позволяет размещать объекты на слайде. По вкладкам, пожалуй, все. Чуть ниже более мелкие кнопочки – это уже самые распространенные варианты оформления, тексты, стрелочки, фигуры, разные картинки, кнопки быстрого реагирования, которые позволяют быстро все это на слайд добавить. С правой стороны я в красной рамочке выделила синюю кнопку «Настройки доступа». Это кнопка замечательная для коллективной работы. Вы можете ее нажать и пригласить других участников к работе над презентацией. Причем вы можете несколько вариантов доступа дать к своей презентации. Ее можно просто просматривать по ссылке. Если вы просто опубликовали, хотите поделиться. А если вы хотите, чтобы над ней коррективно работали, тогда надо дать доступ к редактированию и разослать ссылку участникам, либо пригласить их по электронной почте к редактированию. Вот, пожалуй, и все. Дополнительные возможности. Что еще здесь может быть? Ну, вот как можно скачать эту готовую вашу презентацию. Через кнопку «Файл» скачать как, а дальше выбираете формат. Тут же в этой же вкладке есть кнопка «Опубликовать в интернете», чтобы получить код для встраивания и ссылку для публикации. И еще одна особенность – это возможность оставлять комментарии. Вы можете дать читателям вашей презентации возможность комментировать происходящее. Например, добавлять какие-то советы, просто комментировать любой объект на экране, либо по слайду какие-то замечания добавить. Через вкладку «Вставка» даем возможность оставить комментарий. Вам нужно открыть доступ для возможности оставлять комментарий. Ну, а далее участники могут это сделать, щелкая по объекту и через вставку выбирают опцию «Оставить комментарий», сбоку он появляется. Все, кто будут просматривать, все эти комментарии будут видеть, ну и сам создатель, естественно, тоже. Ну, а далее вы можете тут в этих комментариях организовать чат и обсуждение. То есть отвечать тоже можно прямо здесь, комментарием на комментарий. Ну, вот вкратце, пожалуй, все об этом сервисе. Он довольно несложный, очень удобный и простой в использовании. Поэтому большинство своих презентаций я храню именно здесь, на Google Диске. Отсюда их и публикую на свои сайты и в блоге. Альтернатива. Зоха Шоу. Малоизвестный сервис, но при этом он в последнее время стал довольно интенсивно развиваться. Интересный сервис, сейчас перевели его на русский язык и в нем стало работать еще проще. Если посравнить по возможностям, то он один в один идет как Google. Презентации. Публиковать через код можно только на сайте Google. Нет, публиковать через код можно на любом сайте, на каком захотите. В любом блоге, на любом сайте этот код универсальный. Далее. Возвращаемся к Зоха Шоу. Ну, в общем, по функционалу он вообще очень напоминает Google. Такой конкурент очень явный. Для сравнения я вам сейчас презентацию дам, сделанную в этом сервисе. Здесь мы сделали виртуальную выставку, книжная кругосветка. Взяли за основу шаблон, наполнили своим содержанием. Получилось вот так. Здесь применена анимация. Мы делали эту презентацию, когда Google немножко отставал в плане анимации. Еще не было такой яркой. Сейчас она у него появилась. Зоха Шоу анимацию довольно давно уже практикует. Там анимировать можно практически любой объект, какой хотите. Тексты, картинки, слайды и так далее. В чем преимущество? Ну, на мой взгляд, первое преимущество – то, что здесь не нужен Google аккаунт. Конечно, можно и по нему регистрироваться. Но если вы принципиально против сервисов Google, либо по каким-то причинам их не используете, например, они у вас блокируются на рабочем месте, то здесь регистрация по адресу электронной почты. Очень простая. Здесь есть тоже шаблоны для оформления, их побольше, чем в Google. Здесь есть анимация. Она тоже такая поинтереснее будет. И здесь еще есть такая хорошая вещь, как шрифт. И здесь их больше. Google презентации все-таки по количеству шрифтов не очень выдающийся сервис. Но здесь шрифт для Google, наверное, и не главный. Главный функционал. Когда вы PowerPoint загружаете в Google, и если у вас шрифт какой-то уникальный, то Google может его не воспринять, переделает его в Ариал или в какой-нибудь другой близкий шрифт. Вот Зоха Шоу более бережно относится к шрифту. У него свой набор очень неплохой. И если вы что-то туда импортируете, то он тоже более-менее его попытается воссоздать. Насчет рукописных не знаю, а какие-то такие более простые, но которых нет в списке, он вполне корректно отображал. Поэтому мне вот эта опция у него понравилась. Понравилась анимация. Рабочее поле выглядит вот так. Здесь немножко попроще, даже кнопок поменьше. Анимация настраивается справа. А по центру вот эти кнопки в кружочек обведенные, это настройка различных вставок объектов. Там по картинке легко понять, и потом они уже подписаны все по-русски. Что добавлять можно? Точно так же картинки, видео по ссылке с Ютуба, тексты само собой, таблицы, диаграммы, гиперссылки, конечно же. В общем, по функциональным особенностям, пожалуй, он как Google идет. Правда, работает чуть медленнее. Возможно, создатели будут что-то с этим делать, он чуть медленнее будет работать. Но зато у него, как видите, огромный список эффектов анимации. Я сейчас открыла, он с правой стороны выпал. В три столбика – это все разные эффекты анимации, которые можно сюда добавить. Я просто щелкнула любую картинку и открыла посмотреть, что с ней можно сделать. То есть, вот такая, неплохой такой списочек, из чего можно выбрать. Кроме того, с картинкой можно сделать разные манипуляции. Вот сейчас фигурные рамочки, например, у них, которых у Google нету, таких красивостей. Можно разные фотофильтры применять, рамочки обрезать красивые, фигурные. Можно из черно-белого делать, из сепии в цветное и так далее и тому подобное. Вот такие дополнительные фотоэлементы здесь присутствуют. Кроме того, здесь есть возможности точно так же совместного доступа. Есть вкладка, так и называется, «Доступ». И через нее можно работать. Далее, через кнопку «Файл» вы точно так же можете опубликовать эту презентацию, открыть доступ. Вот как раз эта кнопочка «Доступ» здесь. Ну и скачать в разных форматах, как слайд-шоу, как презентацию, как документы PDF. Вот, пожалуй, и все из возможностей этого сервиса. И еще комментарии. Конечно же, тут тоже есть комментарии. Во вкладке «Рецензирование» их можно добавлять. После того, как вам дали доступ к презентации, есть там открытые особенности, возможности комментирования. Они добавляются. Правда, кнопочка для добавления у Google сверху, а здесь она снизу. Таким образом работает этот сервис. Удобный, несложный, опять-таки на русском языке. Есть возможность, можно сравнить и попробовать на практике, что вам понравится больше. И тот, и другой позволяют добавлять содержимое на сайте и в блоге без ограничений. Ссылка на сервис «Докс.зоха.ком». Вот если вы возьмете мою ссылку, которую я дала первая часть, это будет ссылка на сервис. А вообще, самая ссылка на сервис, она внутри презентации есть, которую я показываю. Заголовок «Докс.зоха.шоу», на него если нажать, она как раз и откроется. Давайте посмотрим на дизайнерские варианты. Когда у вас презентация статичная, вам не нужно вставлять для видео звуки и прочее, но вы хотите красивого оформления, вы хотите какие-то дизайнерские находки, необычный шрифт, может быть, ну просто фотографию красиво оформить, представить, слайд-шоу сделать. Здесь помогает сервис «Канва». Он вообще-то ориентирован прежде всего на создание разного визуального контента. Это картинки, это посты для социальных сетей, различные постеры, которые публикуют на Фейсбуке, ВКонтакте, в Твиттере, ой, не в Твиттере, а на Ютубе обложки для каналов, например. Вот такого рода для социальных сетей, в общем, самый разнообразный контент. Здесь и афиши, и меню, и пригласительные билеты, и электронные открытки, и многое-многое другое. Там готовые есть шаблоны. Вам не нужно здесь ничего вручную создавать, хотя можно, конечно, и так работать. Здесь есть пустые шаблоны. Но есть уже готовые дизайнерские оформления, вы просто добавляете туда свой контент и в нем работаете. Что касается презентаций, здесь 20 бесплатных шаблонов есть, даже более чем 20. Вы можете создать столько презентаций, сколько захотите. Единственное, вы можете даже их скачать. Единственное, что скачиваются, они только в формате PDF. То есть будут пролистываться просто как PDF-овский документ. Не слайдами листаться, а вот именно так. Что еще здесь? Здесь такой недостаток, но он сейчас над ним работает очень сильно. Создатели сервиса, не все шрифты здесь поддерживаются. Когда мы выбираем какой-нибудь красивый шаблон, там уже изначально выбран какой-то не менее красивый шрифт. И очень обидно бывает, когда мы начинаем вписывать текст, а он не поддерживается. И вся красота пропадает. Сейчас сервис русифицирован, и создатели сервиса утверждают, что уже очень многие шрифты поддерживают кириллицу, с ними стало проще работать. Я для образца вам сейчас ссылку отправила в чат. Это просто несколько слайдов, сделанных в канве. Я просто их собрала в одну презентацию. Никакой учебной ценности презентация не несет, это просто как пример работы. Все эти слайды были сделаны на основе готовых шаблонов. И смонтировали в одну такую презентацию. Что можно с ней сделать? Можно получить на нее ссылку и поделиться этой ссылкой. К сожалению, на сайт и в блог она не вставится, а вот ссылкой делиться можно. Сервис выглядит вот таким образом. С левой стороны список инструментов, с помощью которых можно добавлять что-то. Здесь можно картинки добавлять, тексты добавлять, фоны менять, выбирать шаблоны. Список шаблонов чуть правее. Вот как раз красивые вот эти квадратики. Бесплатные шаблоны, помеченные надписью «FREE». Бесплатно. Вы можете по поиску что-то находить из библиотеки. Здесь большая довольно библиотека разных элементов. Можете загружать свои картинки. Это все не ограничено. Поначалу вам дается стартовый слайд, а дальше вы новый слайд добавляете путем нажатия кнопочки внизу. Это «New slide». Добавить новый. Я ее в красную рамку выделила. Добавляете новый слайд, выбираете для него новый шаблон, либо оставляете этот же и продолжаете работать. Так у вас получается довольно красочная и интересная презентация на основе фотографии. Здесь упор делается на фотографии и на текст. Текста не очень много, в основном тут фотографии на первом плане. Красиво и очень необычно получается. Его конкурент – Крелла. Крелла тоже русифицированный. И утверждают создатели, что здесь практически все шрифты поддерживают кириллицу. Я попробовала действительно. Все, что пробовала, все замечательно работало. Здесь еще больше бесплатных шаблонов. Здесь их более 100. Тоже неограниченное количество работ. Есть библиотека шаблонов. Можно с нуля создавать. Что экспортируется точно так же в формате PDF, скачивается. И самый большой плюс в этом сервисе – то, что он не только статичный. Есть еще анимированные открытки. Правда, это не касается больше презентации, а касается открыток. Есть анимация минимальная, но интересная. Можно попробовать ее. Что касается для ссылок и вставки на сайты и в блоге. Эти презентации для скачивания. Бесплатно их можно скачать к себе на компьютер. Публиковать где-то через сервис нельзя, поэтому, чтобы я вам эту ссылку показала, эту презентацию, я вам ее закачала на Коломео. И ссылка идет из Коломео. А я ее скачала на компьютер, эту презентацию. В этом и плюс, и минус одновременно. С одной стороны, вы не сможете прямо из сервиса публиковать эту презентацию, хотя, с другой стороны, она у вас сохранится на компьютере. И вы можете ее показывать оффлайн, без привязки к интернету. Каждый уже решает для себя. А рабочее поле выглядит практически идентично, как и у Canva. Слева список того, чего можно добавить. Тексты, картинки, фигуры, разные изобразительные элементы, надписи. Ну, и шаблончики чуть правее будут, самые разнообразные. Точно так же там есть и платные, и бесплатные. Бесплатных довольно много, можно что-то выбрать. Вот. Я вам сейчас ссылку дала там про котиков презентация. Это взят один совершенно спокойный шаблон из этой серии. Просто я туда свое содержание вписала. Если посмотрите, там красивые шрифты. Они все поддерживаются. Вот как было в шаблоне, все так и осталось. Поэтому я порадовалась, что не пришлось ничего доделывать и переделывать. Поэтому крыло в этом отношении мне очень даже симпатичен. Советую попробовать. Единственное, чего мне там не хватило, это, конечно, публикации. Вот единственный такой минус, наверное, здесь. Давайте посмотрим еще один простой совершенно сервис. Flouris называется. Этот сервис необычен тем, что он не слайды показывает, как мы привыкли листательные слайды, а как лента, которая листается сверху вниз. Я вам сейчас две ссылочки отправлю. Первая ссылочка – это англоязычная презентация про собачек. А вторая – это то, что я попробовала буквально несколько дней назад, моя презентация. Flouris – очень простой сервис. Как видите, тут возможностей немного. Есть небольшие возможности анимации. Я чуть позже расскажу, в чем они. Можно добавлять картинки, тексты. Есть инфографические иконки. Можно инфографику здесь рисовать. Есть библиотека изображения. Она, правда, не очень большая, но есть. Ну и самая здесь фишка, наверное, у этого сервиса – необычность просмотра. Если вы ссылочку откроете, то заметите, что там листается, как лентой все пролистывается. Ну, может быть, кого-то это привлечет внимание. Вот как раз эту ленту можно встроить и на сайт, и в блог, и просматривать. Вы можете открыть ее в полном размере. Там есть для этого кнопка в углу. А можно просматривать в окошечке, как она сейчас. Вот такой несложный сервис. Тут слайды добавляются плюсиком. Вот с правой стороны 1, 2, 3, 4 – это 4 слайда. Новый добавляется значком «плюс» с правой стороны. А слева библиотека элементов. Я сейчас открыла элемент добавки анимации. Анимация здесь применяется к текстам и к картинкам. Есть обычная анимация, к которой мы привыкли. Появление на слайдах, исчезание, вот такие вещи. А есть необычная, например, рука анимированная, которая может выносить заголовок, либо выносить картинку. Здесь можно полистать разные анимационные эффекты, придумать, настроить их. Здесь вот сервис как раз базируется как раз на интересе к картинкам, к минимальным текстам он тяготеет, к анимации, вот такому вертикальному просмотру. Зато сервис абсолютно бесплатный, здесь ничего платного нет. Здесь есть небольшая библиотечка изображений, как я уже сказала. Количество работ не ограничено. В общем, просто и со вкусом. Beautiful. Ну, название говорит само за себя. Beautiful в переводе с английского – прекрасный. Скромные создатели сервиса сделали упор на фотографиях, поэтому здесь презентация скорее будет напоминать фотоальбомы. Условно-бесплатный сервис. Здесь бесплатными сделаны более 70 шаблонов. В общем, довольно много. Количество работ здесь не ограничивается. Сервис совсем недавно работает, поэтому он предоставляет сейчас довольно широкие возможности. Можно этим пользоваться. Большинство шрифта здесь поддерживается. Кириллица. Есть анимация небольшая. Она касается появления картинок в кадре. Есть настройки. Что значит гибкие настройки? Это значит, что сервис довольно умный. И он один и тот же контент может вместить в разные шаблоны. Допустим, вам один шаблон не понравился, вы меняете его на другой, и сервис тут же автоматически вам все перестраивает. То есть вручную от вас ничего не требуется. Достаточно вне ввести текст, выбрать шаблон, загрузить картинки, и сервис вам предложит сразу несколько вариантов оформления. Вам остается выбрать только то, что вам нравится. Кроме картинок, сюда можно добавлять тексты по минимуму. Есть возможность инфографики. Если вы по ссылке пройдете, там есть инфографика. Она очень интересная, анимированная. Есть возможность добавить видео. Я, правда, не попробовала еще. И аудио тоже. Но прежде всего здесь, конечно же, изображение. Здесь просто огромная библиотека изображений. Я не знаю, сколько тысяч картинок там собрано. И они действительно очень качественные. Вот я делала презентацию про наш Мурманский заповедник, Лапланский. Казалось бы, тема такая довольно узкая. Я ни одной картинки не искала в интернете. Нашла их все внутри сервиса. И северных оленей, и андатор, и песцов, и кого я только там не нашла по поиску. Все это было в библиотеке. То есть тут здорово. В общем, это здорово. Как это работает? Вот минимализм вот такой. Слайды добавляются плюсиком. Он с правой стороны, серый плюсик. Вот новый слайд туда. Это вот я загрузила картинку, загрузила какой-то заголовок. А дальше мне предложили вот такой шаблончик из трех картинок. То есть мне можно сюда добавить, вернее, из двух картинок и большого текста наверху. Внизу сразу открылись разные шаблоны. Вот тут шесть штучек их открылось. Можно любой другой выбрать. Тогда вам все перестроится в зависимости от вашего вкуса картинки. Внизу две кнопки для добавления разного контента. Вернее, нет, не для добавления контента, а для оформления этого контента. Вызов шаблонов, вызов оформления. А сам контент добавляется с левой стороны. Картинки, цветовые схемы, тексты. Это все через кнопочки слева. Ну вот библиотека изображений. Тут, наверное, это самое крутое, что в этом сервисе есть. Выбираете загрузить картинку, выбираете библиотеку. Здесь вот так она выглядит. Здесь все картинки отсортированы по названиям, по категориям. Технологии, дети, животные, природа, небо, бизнес, черные-белые картинки и т.д. Наверху есть поиск. Если вы сомневаетесь здесь искать картинку, то через поиск лучше ее найти. Единственное, здесь минус, что это англоязычный сервис. Тут поиск надо ввести на английском языке. Ну, в общем, Google-переводчик нам в помощь. Если мы не очень хорошо владеем языком, можно через Google попробовать перевести. Вот я нашла, например, замечательного зайчика здесь в библиотеке. А дальше сервис мне предлагает с ним сделать все, что хочешь. Можно обрезать картинку, увеличить масштаб, уменьшить масштаб, перекрасить, применить фильтры и многое-многое другое с ней сделать. И так с каждым элементом. Таким образом можно очень красивые и стильные презентации сделать, на мой взгляд. Действительно, сервис заслуживает внимания, тем более, что здесь все очень быстро происходит. И буквально простую презентацию можно минут за 20 сделать. Слайд. Сервис чуть посложнее. Он тоже условно бесплатный. У него возможности чуть поменьше. Здесь бесплатно дают 250 мегабайт свободного места. Вы можете импортировать готовые слайды. К сожалению, совместная работа не поддерживается здесь. Я когда дойду до совместной работы, я расскажу. Пока есть совместные работы из того, что я назвала, Google и Зоха. Остальные пока только индивидуальные. Слайд. В чем здесь особенность этой презентации? Я сразу сейчас вам отправлю ссылку, и вы сразу поймете, в чем особенность. Дело в том, что в этих презентациях перелистывание слайдов идет не только слева направо, как мы привыкли, но и сверху вниз. Тут презентация двигается сразу в двух направлениях. Получается такое многомерное пространство. Здесь есть тоже шаблоны, которые можно использовать. Вы можете загрузить свою презентацию и оформить ее. Есть возможность добавления анимации. Вот здесь по ссылке, если вы пройдете, там картинки красиво выплывают и выезжают, анимация присутствует. Что можно добавить внутрь презентации, кроме картинок и текстов? Еще здесь можно видеоролики добавлять по ссылке из YouTube и гиперссылки. Бесплатно, повторюсь, не очень много места, 250, но на несколько презентаций, наверное, хватит. Готовую презентацию можно на сайт и в блог вставить, и будет очень красиво смотреться. Как это работает? Вот, пожалуйста, само рабочее поле. Я увеличила инструменты. Вот это серое поле с левой стороны находится. Для того, чтобы было получше рассмотреть, можно было. Слева, сверху вниз тексты, картинки, видео, разные формы, линии. Вот эта кнопочка и фрейм – очень полезная вещь. Она вставляет внутрь презентации разные встроенные объекты. Например, в видеоролике можно так вставить по ссылке, а еще можно по коду попробовать вставить любые другие объекты. Например, одну презентацию внутрь другой. Либо сюда внутрь презентации поместить игру, созданную в каком-то сервисе, например, Learning Apps. Взять код оттуда и вставить внутрь этой презентации. Такая ценная кнопочка. Дальше можно добавить еще таблички, математические формулы. Это самая последняя, если что-то из математики создаем. Сетка посредине – это слайд рабочий. Два плюсика справа и снизу – это добавление слайдов. Их можно добавлять внизу, а можно сбоку добавлять. Нажимаем на плюсик, перемещаемся на новый слайд и добавляем туда свой контент. Вот, пожалуй, и весь порядок работы. Готовую презентацию публикуем, вставляем на сайт, в блог, получаем ссылку. Единственный недостаток здесь, что англоязычный сервис, может быть, это немножко будет затруднять работу. А в общем, получается довольно красиво и интересно. Эффектно смотрится, согласно. Что из дополнительных тут опций есть? Ну, дополнительно можно менять оформление. Самые разнообразные цветовые схемы, шрифт, типографика так называемая. Шрифт здесь не очень много, и не все поддерживают русские. Но самые распространенные, вот сейчас на слайде в синеньких квадратиках, они поддерживаются. Ну, там уже по ходу надо смотреть. Дополнительно, что здесь можно настроить? Анимацию, я о ней уже говорила. Можно настроить автоматический просмотр еще презентации, чтобы она сама пролистывалась. Есть еще несколько более частных, более подробных. Ну, вот на основных я, пожалуй, остановилась. Да, можно еще здесь настроить комментирование, разрешить комментировать вашу презентацию, если необходимо. Вот такая особенность. Еще один сервис – E-Maze. А в этом сервисе создатели сказали, что это сервис для создания презентации с 3D-эффектами. Ну, 3D не 3D, но какой-то эффект здесь действительно присутствует. Я вам сейчас ссылочку отправила. Это презентация, созданная на шаблоне «Художественная галерея». Она со звуком, поэтому сразу не пугайтесь, там еще с фоном идет звук. Это виртуальная выставка, посвященная Олегу Далю. Как раз создали сотрудники одной из библиотек. Для того, чтобы посмотреть возможности сервиса, достаточно вот этой презентации, на мой взгляд. Вот этот шаблон, наверное, один из самых эффектных. А вообще тут есть очень интересные вещи. Например, сделать презентацию в виде газеты. И у вас будет взгляд перелетать от одной газетной публикации к другой. Можно в виде кинофильма ее создать, можно в виде ежедневника. Есть попроще шаблоны, посложнее, с эффектами и так далее. Вы можете взять готовую свою презентацию, сюда ее внутрь загрузить, применить к ней эффекты. А можно прямо с нуля создавать. Бесплатно здесь можно создать 3 своих презентации, к сожалению, только 3. Но внутрь добавляются тексты, картинки, аудио и видео. Кроме презентации, сервис еще позволяет создавать блоги, сайты и электронные открытки. И фотоальбомы. Ну вот пример. Это как раз шаблончик, вот как раз галерея картинная. Хотя рабочее поле у всех слайдов будет абсолютно одинаковое. С левой стороны кнопочки для добавления слайдов и разделов презентации. Кнопочка Settings – это настройка. А вверху кнопочки для добавления контента. Тексты, картинки, медиа – это видео или аудио. Дальше вот это вот с волшебной палочкой, которая сейчас нажата, оранжевая кнопочка. Это кнопка для добавления слайд-шоу. Внутрь презентации можно добавить еще слайд-шоу, как фотогалерею такую. Если это необходимо, конечно. Вся эта анимация требует, конечно, большого запаса компьютерной памяти. Поэтому иногда, если компьютер слабоватый, сервис может не всегда корректно работать. Хотя у создателей сервиса сейчас его ускорили. Мне понравилось, несколько дней назад я туда зашла. Он стал работать намного быстрее. Это здорово. Поэтому советую попробовать. Может быть, вам понравится. Как это все делается? Открываем шаблон, убираем свое содержание, добавляем все, что считаем нужным. Тексты, картинки загружаем через соответствующие кнопочки. А далее можно дополнительно кое-что настроить. Например, можно подключить озвучку. Вообще к любому объекту здесь на слайдах можно несколько вариантов оформления добавить. Вот я нажала на картинку и решила к ней добавить звук. Для этого выбрала значок Rupert. Вот этот красненький. Дальше. Аудиофайл. Нажимаем на кнопку Browse и добавляем звук со своего компьютера. Если мы хотим звук из интернета, то для этого есть вторая кнопка From Web. Туда вставляем ссылку. Мало того, звуки здесь можно редактировать, выставить. На каком слайде он будет начинаться, на каком заканчиваться. Можно автозапуск настроить, можно по кругу воспроизводить звук и так далее. Вот со звуком здесь не все просто. Иногда оказывается, не знаю, с чем связано. Когда я мастерские проводила по этому сервису, были жалобы, что там не всегда звук корректно отображается. Я надеюсь, что сейчас стало получше с этим. Мастерская была год назад, поэтому я надеюсь, что сервис сейчас обновился и стало все получше работать. Далее. К объектам можно добавлять гиперссылки. Можно их зафиксировать на слайде. Значок с замочком стоит, чтобы они не зафиксировались и не двигались на экране. Не сдвигались. Дальше есть кнопочка 3D. Но это так громко сказано, хотя к различным объектам можно добавить 3D-эффекты. То есть немножко исказить их перспективу, сделать более объемную картинку, как-то ее передвинуть в третье измерение, скажем так. Там есть специальные ползунки, специальные маркеры, с помощью которых можно менять… Как это слово забылось? Менять вид этой картинки, расположение ее, перспективу менять. Вот вспомнила это слово. Да. Ну, это создатели назвали 3D-эффектом. Таким образом. Это, пожалуй, основные настройки. Здесь еще дополнительно можно картинки сделать размытыми, прозрачными, увеличить прозрачность, уменьшить картинки. И к текстам можно гиперссылки добавлять. И поэтому презентация станет у нас интерактивной. Вот таким образом этот работает сервис. Еще один интересный сервис – Prezi. Вот про совместную работу была… Да, еще одну ссылку забыла я про EMAES. Ну, вот выставка путешествия. Еще одна ссылка интересная. Что бы было для примера. Сервис Prezi. Это сервис, который поддерживает как раз совместную работу. Сейчас еще пару ссылок вам добавлю. Так получилось, что у меня, поскольку большую часть я работала в библиотеке, большая часть гиперссылок у меня с библиотечной тематикой связана. Поэтому много виртуальных выставок у меня в примерах сегодня. Сервис Prezi. Одно время он был самым популярным, самым известным среди всех онлайн-сервисов. Представляет себя так называемой летающей презентацией. Что это такое? Как таковых слайдов здесь вообще нет. Здесь перемещается взгляд читателя, зрителя с одного объекта на другой. Действительно перелетаем с места на место. Масштаб то увеличивается, то уменьшается. То мы видим всю презентацию целиком, то приближаемся к какому-то объекту, идем как будто бы внутрь. Затем обратно вылетаем, возвращаемся. Эти все 3D эффекты, увеличение, уменьшение масштаба, это все прописано в готовых шаблонах. Если мы только-только начинаем работать, то лучше на часть шаблонов они попроще будут. Я сколько ни пыталась самостоятельно что-то сделать, все равно красивее, чем шаблон у меня не получилось. Поэтому советую начать с них. Есть два варианта этого сервиса. Классический вариант, который давно работает – Prezi Classic. У меня большинство презентаций было в нем как раз сделано. Он очень простенький, сейчас большой слайд на экране, шаблоны. Несколько слайдов, они уже там прописаны с левой стороны. Вот так называемые кружочки. Каждый кружочек – это слайд, по сути. Хотя как таковой он на слайд не похож. Внутрь этого кружочка вписываем свое содержание. Можно добавлять тексты, картинки, можно видео с YouTube, можно музыкальное сопровождение. И даже слайды из PowerPoint можно сюда попробовать импортировать. Здесь можно взять вообще нулевой шаблон с пустыми страничками и пытаться что-то самому сделать, хотя мне показалось, что это сложновато. Список шаблонов справа. Все разные оформления. Там красненькие, желтенькие, голубенькие. Все там. Темы. И можем перекрасить в любой цвет. Любой шаблон. Вверху две кнопки для добавления контента. Insert кнопка – это для добавления всех-всех-всех объектов на слайды. А вторая кнопка для их организации и оформления. Вот это Prezi Classic. Новые слайды добавляются кнопочкой «плюс», она в самом верху. Другой вариант – Prezi Next. Это усовершенствованный вариант. И сейчас, как только вы регистрируетесь в сервисе, вам сразу предлагают начать именно с него. Та же самая кнопка Insert добавляет все любые объекты. Все то же самое. Изображения, тексты, картинки, видео, все что угодно. Единственное, что здесь нет пустых шаблонов. Здесь только готовые варианты. Здесь самостоятельно ничего не придумаешь. Зато шаблонов около ста. Их больше намного. И они разнообразнее стали. Вот, например, я первый попавшийся шаблон взяла. Тут с водяным миром нечто связанное. Это 4 слайдика, 4 кружочка, которые нужно заполнить контентом. Щелкаем по слайдам, добавляем контент, и у вас все это автоматически вмонтируется внутрь презентации. Считается, что Prezi Next – он более усовершенствованный вариант. Он хорошо отражается на мобильных устройствах. У него плавное масштабирование, красивое оформление, много-много комплиментов в его адрес. Новые слайды добавляются кнопочкой «плюсик», она в самом низу синенькая. Вы можете немножко шаблон усовершенствовать, но вообще, конечно, с нуля тут начать, к сожалению, нельзя. Одно время этот сервис давал возможность даже бесплатно что-то скачать на компьютер. К сожалению, сейчас этой опции нет. Вы можете только код получить, чтобы встроить на сайт или в блог, и ссылку, чтобы поделиться. Зато есть дополнительная опция. Можно пригласить участников к работе. Вот она. После того, как вы создаете презентацию, нажимаете кнопку «Invite people» в презентацию, вписываете в окошечко электронный адрес, устанавливаете возможность работы с этой презентацией, просматривать или редактировать. Ну и далее нажимаем кнопку «Эт». Приглашение разослано. Участники по этому приглашению заходят и тоже могут совместно с вами что-то делать с этой презентацией. Вот таким образом работает «Интересный». Правда, я не скажу, что он простой сервис. Тут придется немножко потратить времени на его освоение. Ну, наверное, оно того стоит. Вот мой любимец. Вот какой бы вебинар я ни вела, я рано или поздно возвращаюсь к этому сервису. H5P. Это потрясающий сервис, уникальный тем, что он позволяет сделать практически все, что только можно сделать. Игры, викторины, тесты, интерактивные книги, виртуальные экскурсии, ленты времени, интерактивное видео, флеш-карточки, многое-многое другое. Здесь более 46 видов контента, самого разнообразного, и все это совершенно бесплатно. Я вам сейчас несколько ссылок добавлю. В том числе он делает и презентации. Презентации очень необычные, потому что они интерактивные именно в прямом смысле этого слова. Внутрь презентации вставлены игры, задания и викторины. То есть читатель, зритель не только пролистывает слайды, не только читает содержимое этих слайдов, но еще участвует в этих викторинах, в этих опросах, в каких-то играх, которые вы задумали по ходу презентации. Самое замечательное, что на последнем слайде ему насчитывается количество баллов. Он получает на выходе целый итог. Сколько правильных вопросов он ответил, сколько баллов заработал. Это хороший вариант, если вы создаете презентацию для детской аудитории. Игры, викторины как раз то, что надо. Хорошее интерактивное дополнение. Здесь бесплатный аккаунт, и количество работ не ограничено. И очень замечательно, что это так. Вот шаблон. Правда, название шаблона у меня как-то исказилось при загрузке презентации. Шаблон называется «Курс презентейшн». Курсовая презентация. Что здесь с этим шаблоном? Во-первых, вы получаете на входе вот такой пустой серый шаблон. Здесь нет шаблонов для оформления. Вам придется самостоятельно заливать фон, добавлять какие-то картинки к фону. Но это все не очень сложно. Тут самое главное, конечно, к интерактиву. На этот шаблон добавляется самый разнообразный контент. Вот я все кнопочки подписала. Внутрь презентации можно добавить, кроме текстов, ссылок, картинок, видео и аудио, можно добавлять разные игры. Ссылки на другой слайд, кстати, тоже можно. Ну вот, например, заполни пропуски. То есть дается какой-то текст, вам внутрь нужно вписать подходящие по смыслу слова. Разные викторины с несколькими правильными ответами и с одним правильным ответом. Викторина «Правда или ложь». Викторина «Выбери верное утверждение». Разные упражнения со словами, с переносом слов, «Отметь слова». Диалог карточки – это такие вращающиеся прямоугольнички, с одной стороны вопрос, с другой стороны ответ. Таблицы, даже чат можно добавить, интерактивное видео и многое-многое другое. Это даже не полный перечень того, что можно вставить внутрь презентации. По функциональным особенностям этот сервис, наверное, произошел все вместе взятые предыдущие. Потому что он позволяет сделать практически невозможные вещи. Как это все работает? Выбираете любую кнопочку, которая вам нравится. Например, хотите добавить сюда викторину. Открывается окошко для добавления викторины. Вот так оно выглядит, это окошко. Здесь ничего заранее создавать не нужно. Здесь прямо в конструктор вы вписываете вопрос. Правильный ответ, неправильный. Варианты ответов их может быть несколько. Вопросов тоже может быть сколько угодно. Далее все это сохраняете. И у вас на слайде будет целый опрос. И точно так же переходите к новому слайду, добавляете новый слайд. И точно так же можете нажать любой другой интерактив. Вот, например, интерактивное задание, которое на английском называется drag and drops. Притяни и брось в переводе. Вам нужно подобрать правильное название к этой картинке. Задача такая. Три названия. Чтобы правильно ответить, нужно мышкой взять нужное название и бросить внутрь картинки. Вот на это животное. Другими словами. Правильный ответ здесь будет выдра. Вот именно это название нужно и мышкой бросить в картинку. Сама картинка отведена в рамочку. Вот такую задачу можно сделать. Точно так же грузите картинки, добавляйте кнопочки. И все это не отходя от презентации. Все это внутри самой презентации. Как можно сжать видеофильм? Поместила в сжатую папку. Могли бы ответить. Ну, мне нужно время, чтобы на это ответить. Вот так сходу я вам не скажу, как можно сжать видео. Вообще, если так вот сходу отвечать, то есть сервис фабрика форматов. Он переформатирует видео. Если оно у вас тяжелое, можно попробовать переформатировать его в другой формат. И оно может сжаться. Например, Ави. Я знаю, он самый простенький. Если у вас какой-то другой формат, не Авишный, то при форматировании в Ави он может сжаться и уменьшиться. Другое дело, что это отразится и на качестве видеофильма. При сжатии видеоролика меняется качество. Если быстро, то вот так. Что еще в этом сервисе хорошего? То, что он бесплатный. Это его главное преимущество. У него нет, конечно, возможности для совместной работы, но зато очень много разного интерактива внутрь презентации можете добавить. Единственный минус здесь, пожалуй, то, что он на английском языке. Но есть подробные обучающие материалы, которые описывают, что, где и как с этим сервисом можно сделать. Поэтому с помощью обучалок с ним справиться довольно несложно все-таки. Вот таким образом. Да, забыла совсем сказать, что да, Google Переводчик нам может помочь. Через Google Chrome можно перевести практически любой сайт на русский. Правой клавишей кнопочки щелкаете по любому месту на сайте и выбираете из меню «Перевести на русский язык». Да, он может править русский текст, он может некорректно переводить, но в случае, если нам сложно, все равно какую-то помощь он даст. Поэтому советую Google Переводчику обращаться почаще. Genial Loom тоже мой любимчик, тоже хороший очень сервис для создания разного интерактива. Он тоже умеет очень многое делать, он может и презентации делать, и игры, и интерактивные изображения с разными горячими точками, на которые нажимаешь, открывается новая информация. Да, у меня в блоге есть подробная объяснялка по H5P, и ссылки внутри презентации, так что, если интересно, сходите, почитайте. Я весь этот сервис обследовала, максимально подробно постаралась писать. Но, возвращаясь к Genial, хорошая вещь, она и картинки делает, и презентации делает, и игры есть, и инфографику. Что здесь? Какая здесь фишка у этого сервиса? Он позволяет внутрь презентации вставлять так называемые интерактивные метки. Это такие кнопочки, на которые нажимаешь, и появляется дополнительная информация. Всплывающие окошечки, может отдельное окно открыться, можно на видеоролик дать ссылку через такую кнопку. Можно на другой слайд перебраться с помощью опять таких интерактивных меток. Здесь можно создавать неограниченное количество презентаций. Есть шаблоны, их не очень много, их около 30, но тем не менее. Здесь самое главное – это отличная анимация. Придраться не могу. Здесь просто потрясающие анимационные эффекты, и очень большая библиотека разного интерактивных иконок, скажем так. Вот слайды для презентации. Это шаблончики готовые. Из этого всего нас интересуют те, которые без желтых прямоугольничков. Желтые прямоугольнички – это платное, все остальное бесплатное. Самое первое – это пустой шаблон, куда вы добавляете свое содержание. Далее, после того, как вы выбрали нужный шаблон, вот рабочее поле. Это два интересных шаблончика, они бесплатные, кстати. То, что я вам говорила, в E-Maze это было, шаблон газета, здесь он тоже есть. Немножко другой, но есть. Вот такой есть, вот такой ежедневник, тоже бесплатный. Это я просто то, что мне понравилось, выбрала. Есть более традиционного вида шаблоны. Например, я взяла просто свою картинку, загрузила как фон, пустой шаблон взяла, а дальше нанесла на ней, на эту картинку, интерактивные метки. Это вот у меня, допустим, презентация библиотеки, виртуальная выставка библиотечная. Вот эти вот маленькие маркеры – это и есть интерактивные метки, которые я добавила через кнопочку. Она с левой стороны, вот это красненькая, интерактивные элементы. Здесь можно вот такие маркеры добавлять, кнопки с плюсиками, с надписями, с цифрами, с буквами. Даже невидимые интерактивные метки можно добавлять. Далее, поверх, на саму презентацию можно грузить тексты, медиа, это видео, аудио. Можно фон менять. Можно взять библиотеку элементов. Это кнопочка ресурс. Здесь есть несколько форм, картинок, то, что можно добавлять прямо из сервиса, либо свое загружать. Дальше, кнопочка «Инсерт» позволяет вставлять свое содержимое и позволяет еще добавлять разные встраиваемые объекты на саму эту презентацию. То есть вы можете внутрь этой презентации вставить еще одну презентацию по ссылке, допустим, или по коду. И таким образом у вас матрешка получается в презентации. Кнопочка «Пейджи» самая нижняя, добавлять новую страницу внутрь презентации, новый слайд, скажем так. И самый большой здесь плюс – это то, что вот эти маркеры все, они все анимированные. Можно из них сделать анимацию. То есть они могут выезжать, вылетать, плыть, растворяться, перемещаться с места на место. Можно с ними делать все, что угодно. Вообще-то любой объект в этой презентации можно анимировать. Не обязательно это будут маркеры. Любую картинку, которую вы сюда загружаете, любой текст можно анимировать. Он может выплывать, выезжать, светиться, перемещаться и так далее. Интересно и необычно. Я вам две ссылки дала. Одна ссылка такая традиционная презентация, а вторая сделана в виде квеста. Там нажимаешь на кнопочки, отвечаешь на вопросики, перемещаешься между слайдами. Интересно и необычно. Можно действительно какие-то квесты создавать. Ольга Васильевна, спасибо за рекламу. Далее. Последний сервис на сегодня, о котором хотела сказать, начинала я с Майкрософта и закончу Майкрософтом, пожалуй. Пауэрпоинт все знают, а есть еще онлайн-сервис, который называется Свай или Свэй. Не уверена за произношение. Это сервис для создания онлайн-презентаций. Он ни в коем случае не отменяет Пауэрпоинта. Он был создан как раз Майкрософтом как дополнение к Пауэрпоинту. Что здесь нужно, чтобы в нем работать? Если у вас стоит на Windows 10 лицензионное, то автоматически у вас Свай должен быть в ваших программах. Вы можете проверить. Он может работать оффлайн. И на вашем компьютере, опять-таки, десятка Windows, он присутствует оффлайн. Даже если у вас его нет на компьютере, то можно в нем работать онлайн. Для этого нужно зарегистрироваться, завести учетную запись Майкрософт. Там все просто, как обычно, регистрируется через электронную почту. После этого вам дается доступ к онлайн-работам, и вы можете самостоятельно неограниченное количество презентаций создавать. Сейчас я вам несколько ссылок опять в чат отправлю. Одну и вторую. Одна из этих презентаций. То, что я попробовала сделать, это просто мы свои слайды загрузили внутрь этой презентации, получилось вот так. А остальные ссылки – это уже такие. Ну вот, например, интересная презентация про железную дорогу, которая уже даже не презентацией стала, а целая статья получилась. И вот еще про Николая Васильевича Гоголя. Презентация тоже необычная. Ну вот, для разнообразия, чтобы посмотреть, как это по-разному может выглядеть. Здесь необычный просмотр. Можно листать, как обычно, слайды горизонтально, можно вертикально. Здесь необычные есть фотогалереи, здесь необычные шаблоны оформления, здесь библиотека изображений есть, анимация есть. Здесь много чего есть. И да, можно очень хорошо этот сервис использовать для старителлинга. Абсолютно с вами согласна. Что это, как это работает? Работает все очень просто. Здесь максимально простой интерфейс. Это намного проще, чем PowerPoint. Всего две кнопочки. С правой стороны – история и конструктор. История, вот конструктор позволяет нам представить всю эту презентацию как статью. И вы можете редактировать и в том, и в другом режиме. И как конструктор, и как историю. Ну, например, загрузила я свои слайды, они вот таким образом отобразились. Можно, да, встраивать, можно готовую презентацию куда угодно. И на сайт, и в блог можно. И здесь есть возможность для совместного редактирования тоже. Вот. Так что советую, очень хороший инструмент. Можно подредактировать немножко, а можно набрать из готовых блоков и с нуля все создать. С правой стороны сервис нам представляет сразу возможности редактирования, оформления. Цветовые гаммы, шрифт, как смотреть эту презентацию по вертикали, по горизонтали или слайдами традиционно. Все это настраивается справа в разделе стиле. А вот если мы набираем с нуля эту презентацию, для этого нам нужна вкладка «История». Здесь как кубики в конструкторе, мы один с другим прикрепляем через кнопочку «плюсик», выбираем элемент. Либо это может быть у нас картинка, либо текст, либо какой-то объект, либо видеоролик, и многое-многое другое. А с правой стороны у нас коллекция картинок, которые можно добавлять. Вот та самая библиотека изображений. Переключаясь из одного режима в другой, вы можете корректировать, редактировать получившийся результат. Здесь есть неинтересные фотоэлементы. Фотогалерею советую посмотреть. Здесь очень необычная, такая движущаяся. Загружаем две картинки, что было, что стало. И между ними такая шторка-переход. Необычный слайдер. И можем ее вправо-влево двигать и просматривать. То одну картинку, то другую. Есть перелистывающаяся фотогалерея, где картинки меняются. На место одной встает другая. И многое-многое интересного. Если он у вас в режиме, если он у вас на компьютере, этот слайд присутствует, то вы оффлайн можете работать в нем. Скачать нельзя, можно вставить на страницу сайта и блога. Таким образом работает. Потому что скачивание у вас все это пропадет, все эти красивости, элементы, даже если бы оно и было. Он на русском языке самое главное, поэтому советую попробовать. Да, я вас обманула. На самом деле у меня еще два сервиса в запасе припасено. Это на тот случай, если я очень быстро проскочу по сайтам и по сервисам. Буквально пару слов о мобильных презентациях. Потому что сейчас это, наверное, очень актуальная тематика презентации, как их показывать в режиме онлайн и как взаимодействовать со зрителями при просмотре этих презентаций. Можно ведь задействовать участников и попросить их использовать мобильные устройства, смартфоны, планшеты. И есть специальные сервисы, которые позволяют это сделать. И у вас просмотр презентации превратится не просто в доклад докладчика из стандартной слайды, а действительно станет интерактивным. То есть вы подключите других зрителей, и они будут с вами вместе взаимодействовать. Для этого есть хороший сервис. Называется Zittings. Это сервис для создания публикации и для трансляции презентаций. Для просмотра я вам ссылку дам, хотя, конечно, она на просмотре не очень интересно будет смотреться. Это все красиво смотрится в режиме онлайна. Для начала вы создаете презентацию. Загружаете свою, либо с нуля добавляете, либо из Google диска добавляете. Внутри презентации можно создать опросы, новые слайды, добавить видео с YouTube и любые встраиваемые объекты по коду. То есть здесь очень большие возможности для слайдов. В чем интерактив? А вот как раз в вопросах. Отвечая на эти вопросы, участники будут использовать свое мобильное устройство. И вы будете на слайде тоже получать результаты ваших опросов, например. А еще участники могут комментировать вашу презентацию, добавлять свои замечания и предложения прямо по ходу мероприятия. Вот эта ссылка, там открыто комментирование. Вы можете добавить любой комментарий, если захотите, просто попробовать, потом удалить. Как в чате, да. И все это будет выводиться, если ведущий захочет, он может это все вывести на экран, и все могут посмотреть. Либо это ведущий будет видеть у себя на компьютере. Как чат получается. Ну, само создание презентации здесь очень простое. Кнопочкой «плюс» мы добавляем контент. Я для примера просто уже готовую презентацию загрузила. Она у меня по слайдам вот так разложилась. Можно свой слайд добавить через плюсик, а можно прямо вот эти готовые уже взять. Чем хорош добавление контента? А то интерактива очень много. Вот я вам говорила, голосование, опросы, оно здесь разное бывает. Выразить одобрение или надобрение. Нажать кнопочку. На смартфонах будет две кнопки. Палец вверх, палец вниз. Нужно выбрать свой вариант ответа. И можно традиционную викторину предложить. Ответьте на вопросы. Можно оценить что-нибудь по шкале со звездочками. Можно расставить по хронологии, по ранжиру, например. Можно дать открытый вопрос, чтобы туда что-то вписали участники. Ну и облако слов можно создать с ними. Какой-то задать вопрос, и по частотности ответов будет создаваться облако слов на экране. Я почти все попробовала в этой презентации, которую вам дала, кроме облако слов. Можете посмотреть, как это работает. Вообще сервис очень красочный, очень необычный, поэтому можно попробовать. Как это все работает? Вот этот чат, пожалуйста. Синяя кнопочка со значком, с облачком, активити – это для комментирования. Причем не нужно нигде регистрироваться участникам. Они просто… Вы им даете ссылку на эту презентацию, включаете ее на экране, а далее они по ссылке заходят внутрь презентации. Она у них отображается, все слайды они видят на своем смартфоне. Это даже удобно, если там плохо что-то видно, у вас маленькая плазменная панель, или неудобный экран, отсвечивает. Все слайды будут видны на смартфоне. Как только вы перелистываете новый слайд, у них на смартфонах, у зрителей тоже меняется все. Нажав на синюю кнопку, они могут добавлять свои комментарии. Представиться как-нибудь, писать комментарий, опубликовать. Ведущий может показать комментарий на экране. Он все видит, нажимает на кнопочку и выводит комментарий на экран. И дальше можно обсудить, например. Какая-то интересная мысль появилась у участников, можно ее вывести на большой экран и обсудить. Получается параллельно, как мы слушаем, комментируем, участвуем в дискуссии, и все это совершенно несложно. Теперь о минусах сервиса. Минус здесь основной в том, что здесь не так много нужно создать презентаций. Бесплатно 5 презентаций создается, но количество слайдов зато не ограничено. Что делать? Либо несколько аккаунтов можно создать, либо одну удалить, новую создать презентацию. Вот таким образом можно в нем работать. Это в онлайне, попробуйте, это довольно необычное. Еще одно ограничение минусовое. На 25 смартфонов здесь презентация раздается. То есть 25 участников в аудитории. Это бесплатный тариф. Вот два ограничения, которые я здесь увидела. Интересный и необычный. Второй сервис я его только представлю, потому что я в нем не работала, только чисто теоретически на него посмотрела. Это сервис больше, конечно, для планшетов, потому что он позволяет сделать, конечно, замечательные вещи, он точно так же позволяет транслировать презентации, чтобы участники со смартфонов в них взаимодействовали. Загружаете свои слайды, добавляете, создаете новые. Здесь есть возможность добавить викторины и разные интерактивные вещи. Открытый вопрос, вот это вот Matching Pass, это создание пар, создать пару, картинка, текст, например. Ну, квиз – это обычная викторина. Дальше, Draw It – что-то нарисовать можно. И еще одна такая опция – Collaborate – совместная работа. В бесплатном контенте, в бесплатном аккаунте первые 30 дней можно создавать все 5 видов интерактивности. После 30 дней остается 4 Matching Pass. Исчезает, она перестает работать. Почему мне кажется, что это больше для планшетов? Потому что, допустим, вписывать правильные варианты ответов со смартфонов очень сложно, особенно если они маленькие. Рисовать на смартфонов тоже сложновато. Не все дают такие возможности. Поэтому здесь больше для планшетов, конечно. Принцип такой же. Запускаете презентацию на экране, участники участвуют, отвечают, рисуют и так далее. Я вам ссылку дала, это просто пример самого сайта. Я ничего своего здесь не создавала, взяла готовый пример, который предлагает сервис. Обратила внимание вот на что. Внутрь презентации можно встроить виртуальную доску и провести мозговой штурм прямо со смартфонов и планшетов. Вот такая доска, а участники приобретают на нее стикеры, а на стикерах что-то пишут или свои картинки добавляют. По-моему, это здорово и необычно. Вот такая особенность у сервиса. Мне кажется, Zidings, он немножко уступает в плане, что здесь нельзя чаты устраивать и комментировать, нельзя. Зато в плане, если у вас, допустим, есть классы с планшетами, можно провести мероприятие, презентацию и раздать всем планшеты, чтобы они все вместе участвовали. Это будет здорово. Особенно в детской аудитории, мне кажется, вообще сработает на отлично. Вот, пожалуй, и все теперь уже точно на сегодня. На последнем слайде, как обычно, все обучалки по всем сервисам, которые я называла, они все здесь есть, как ссылки идут. Нажимаете, открываете. Здесь много моих обучалок, если вам интересно, они здесь есть. И можно меня найти, как обычно, по адресу электронной почты в блоге «Роза ветров Север». И группа у нас есть «ИКТ-мастерилки». Там тоже много полезной информации. Если вас заинтересует, она на Фейсбуке находится. Вот, пожалуй, и все на сегодня. Спасибо вам большое за то, что пришли. Надеюсь, информация была вам полезной. Что-то новое используйте в работе. Запись вебинара обязательно будет, и презентацию все еще можно скачать. Я на этом с вами прощаюсь. Жду уже на следующем вебинаре. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!